Новое видео выходит каждый день в 20.00 Так, 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 подожди, подожди, давай я тебе кое-что объясню. При просмотре данного видеоролика у тебя неоднократно может возникнуть чувство этакого дежавю, что вполне возможно где-то ты уже это видел, слышал и так далее, что возможно слова, которые я говорю, я уже когда-то там говорил, возможно, что выстроенные предложения ты тоже уже когда-то слышал из моих уст, однако, позволь мне тебе все рассказать немного поподробнее. Да, действительно, такой видеоролик у меня уже был на канале, и был он, ну, знаете ли, не так давно, чтобы я делал какой-то ремастер насчет данного видеоролика и всего прочего, однако, у меня есть некоторые дополнения к тому моему видеоролику, который я обязан выложить на этот мой канал, потому что многие люди до сих пор как-то на это достаточно активно ведутся, и вы знаете, тогда мой тот видеоролик вызвал достаточно большой общественный резонанс, ну, как общественный резонанс, просто резонанс среди GTA-самп-ютуберов, точнее, среди одного GTA-самп-ютубера, которого я в том ролике и обвинял. Это был Трипион Варда, и тогда я уличил его в том, что он накручивает себе просмотры подписчиков и всех прочих людей. Его показания несколько раз менялись, также он кинул мне страйк, наверное, потому что я задел его максимально по-живому, и он боялся потерять деньги, ну, как бы капитализм, ну, всё понятно, всем как-то нужно зарабатывать, однако, когда ты, как бы, завышаешь свои показатели, прося за свой видеоролик столько, сколько он не стоит, ну, это, так сказать, ну, полное говно. Я не отрицаю, что у Трипион Варда, возможно, вполне возможно, есть какие-то такие, знаете ли, настоящие вот люди, которые его смотрят, которым нравится то, что он делает, ну, таких от силы человек сто просмотров, у него там, ну, неплохое такое, знаете ли, количество, которое, ну, прям не поддаётся какому-то такому, знаете ли, логическому описанию, и поэтому он мне там кинул страйк, потом он его сам отозвал, потому что, ну, как-то то ли забоялся, то ли ещё что-то там было. У себя на страничке он выложил пост, где я ему написал, что у меня вначале идёт, мол, видеоролик, что все совпадения с реальностью случайны, все персонажи вымышлены и так далее. И да, из этого видеоролика все персонажи тоже вымышлены, я сам вымышленный актёр-персонаж, который озвучивает данный видеоролик, все совпадения с реальностью случайны, все названия случайны, подобраны, там, как-то сгенерированы и так далее. Поэтому, если у вас в голове будет какая-то там, знаете ли, какая-то мысль насчёт того, что, возможно, тут есть ассоциации к каким-то другим GTA, сам ютуберам и всем прочим людям, то вполне возможно, что вы просто не должны обращать на это внимание, потому что, как говорится, я актёр, это всё постановка. И, ну, так далее. И действительно, я актёр, это всё постановка, это театр, мы все кукольные, знаете ли, такие куклы в марионеточном театре и во всех прочих вещах. Однако, ладно, я тут, знаете ли, немного налил вам воды, столько воды уже утекло с тех пор, как вы, наверное, подписались на этот канал, столько вы всего послушали, меня уже даже прозвали этаким посейдоном GTA-самп ютуба, что у меня ролики все идут по 10 минут за счёт того, что я рассказываю вам вещи, которые, вполне возможно, вы не хотите слушать. Однако, всё, что я говорю в моих видеороликах, это абсолютно точная правда. И всё, что я говорю, не является водой, а является абсолютно точной, важной информацией, которую вы должны прослушать, без которой вы не сможете продолжить своё существование на данной планете. Так вот, прошло уже более трёх минут с начала видеоролика, и нужно бы уже начать основную тему данного видеоролика. Я с вами согласен, я с вами абсолютно точно солидарен, поэтому давайте уже начнём данный видеоролик. Так вот, вы знаете, что GTA-самп сервера, они как бы могут платить GTA-самп ютуберам за рекламу на их каналах. Платят они не просто так платят, они за просмотры, которые они видят. И чтобы рассчитать примерную стоимость за один ваш рекламный видеоролик, нужно взять просмотры последних 10 роликов, умножить их вроде как то ли на 10, то ли на 100, а нет, не-не, подождите, нужно взять просмотры последних ваших 10 роликов, сложить их и разделить, по-моему, на те же 10. И вот это ваше среднее количество просмотров на одном видеоролике, и вот 50% от вот этого вот среднего количества просмотров это ваша цена за один видеоролик. Поэтому вот так вот, поэтому, чтобы вам так наглядно объяснить, 10 тысяч просмотров равно плюс-минус 5 тысяч рублей за один видеоролик. То есть, ну, примерно как-то это всё так происходит. Если 100 тысяч просмотров, то вы уже можете понимать, что там и 50 тысяч, возможно, там и 40, и 30, ну, возможно, как-то так, возможно, 100 тысяч рублей за 100 тысяч просмотров, ну, как-то, ну, ладно, это не имеет особого значения. С этих просмотров приходят люди, и, соответственно, играют на этом проекте, донатят на этот сервер, там, с этого сервера получают какую-то прибыль. Чаще всего, конечно же, ютубер окупается, потому что приходит большое количество людей, за теми людьми приходят их друзья, те друзья донатят, и всё происходит как бы более чем хорошо, более чем нормально, и вот все остальные вещи там также происходят. Однако, однако, существуют некоторые лазейки в коде такого большого, огромнейшего видеохостинга, как YouTube, и многие люди пользуются такими, знаете ли, сайтами по завышению, по искусственному завышению ваших показателей. Ну, скажем, ваш обычный видеоролик собирает на вашем пятитысячном канале 100 просмотров. Как-то, ну, не особо солидно. Даже рекламку-то никому не продашь, только если за какие-нибудь, там, я не знаю, несчастные 50 рублей, или вроде того. Ну, как-то это не солидно, проще просто, там, на какую-нибудь обычную работу пойти менеджером, там, в Эльдорадо, в МВидео, и во все прочие магазины, и на все прочие нормальные, официальные работы, там, с которых платится налог, и делаются все прочие вещи. Так вот, так вот. Но, вы знаете ли, что вот, имея какой-то начальный капитал, там, в виде 1000 рублей, или 500 рублей, можно себе спокойненько так закупить просмотры на последние 10 роликов, что у меня на пятитысячном канале не 100 просмотров на видеоролике, а у меня, ну, допустим, 3000 просмотров на одном видеоролике, или там 1000 просмотров на одном видеоролике. И, пожалуйста, за 1000 просмотров стабильных на моем одном видеоролике платите мне 500 рублей. Эти люди чаще всего сами, потому что их, ну, никто не знает Ну, логично, что людей никто не знает И вот они откуда-то появляются уже с каким-то, знаете ли, багажом подписчиков, багажом просмотров и так далее Они появляются и говорят, плати мне деньги То есть деньги мне плати, блядь, и так далее У меня вот есть просмотры, у меня вот есть мой канал, пожалуйста, так сказать, плати мне деньги Нет, безусловно, ютуберы сами могут написать каким-то проектом Допустим, если они хотят с кем-то сотрудничать Я неоднократно писал проектом, но это не значит, что я накрутчик, как бы, понимаете ли? То есть просто я хотел сотрудничать с проектами и, как бы, это вполне нормально И мне проекты сами предлагали, писали Но вот этим людям, вот этим вот накрутчикам, которых никто не знает Им абсолютно никто не пишет Даже какие-то, знаете, задрипанные, там, нубы РП Они и то не знают об их существовании А в моем существовании знает абсолютно весь GTA-сампьютуб А абсолютно все GTA-сампьютуберы и некоторые из их подписчиков Бывает такое, что упоминают меня в каких-то, там, знаете, в комментариях Своих конфах, в беседах ВКонтакте Я как-то зашел в беседу к Владиславу Павлову И, блядь, меня там узнали практически все люди, которые, блядь, были там Ну, как так происходит, я не понимаю Ну, вот что-то такое было, конечно же, они меня все материли, хуесосили И так далее, но это ладно, это не важно Так вот, эти самые ютуберы, накрутившиеся себе просмотры Они пишут проектом, говорят, мол, слушайте, вот у меня есть канал На нем есть вот такие вот просмотры Давайте вы будете мне платить за видеоролик вот столько вот И я буду, соответственно, там, делать ролики на вашем проекте Сервер приносить вам онлайн и так далее И многие менеджеры, то есть, проектов крупных даже Они не знают, как отличить накрутку от не накрутки Нет, разумеется, когда у человека, допустим, 100 подписчиков А его там смотрит, допустим, 6000 человек там на каждом видеоролике При этом лайков у него там, блядь, 20 То, ну, логично, наверное, что человек как бы накручивает Или если ты заходишь на Суцалблейд А там, знаете, как статистика у Трипи Унуварда Вот, то есть, в один день на него подписывается там 100 человек В другой 500 А в следующий день отписывается 300 В другой подписывается 2000, блядь То есть, ты смотришь, ты охуеваешь вообще с этого Как такое происходит, блядь? Чё вообще делается? Вот, то есть, ну, ладно Бывает такое, что по Суцалблейду и в целом по каналу Ну, определить нельзя вообще, как это всё делается Вот, и типа, ну, так далее То есть, возможно, накрутчик какой-то очень опытный Допустим, у него там какие-нибудь 10 тысяч подписчиков И, допустим, по 1500, там, по 3000 просмотров И лайков там, соответственно, тоже Либо там 150, либо 300 лайков и так далее Вот, и то есть Его там смотрят Даже есть комментарии Однако, однако Комментарии в данном случае Это, ну, практически решающий фактор Потому что Даже вот Не комментарии Даже, вы знаете Лайки и дизлайки Бывает такое, что человек просто Там себе накручивает 3000 просмотров И накручивает себе, допустим, там, я не знаю Ну, 300 лайков Да, то есть, у него заебись Так сказать, статистика Конверсия 3000 просмотров на 300 лайков Но Этот самый человек забывает о дизлайках О дизлайках Хотя тоже можно накрутить И они стоят, там, копейки Ну, практически столько же, сколько и лайки Возможно, даже дороже Возможно, дешевле, не знаю Так вот В общем-то, он Накрутил просмотры Накрутил лайки А вот дизлайки У него там 1, 2, 3, 4, 5 Я не знаю, 10, да Допустим, 300 лайков 10 дизлайков Ну, всем понятно, что такого не может быть То есть, должно быть там 40, 50, где-то так Но это еще не все Мы заходим в комментарии И видим, что там вот То есть, комментарии Они все повторяющиеся То есть, все комментарии Идут от одного и того же человека Либо там, знаете Вот есть 10 каких-то целевых людей И они строчат комментариев Просто, блядь, штук 500, сука То есть, одних и тех же Одних и тех же И чаще всего эти ютуберы Чтобы вот это вот прикрыть Они разыгрывают что-то в конкурсе Говорят, мол Флудите в комментариях И тогда вот все у вас получится Все у вас будет нормально Вот И то есть, они прикрываются этим Мол Да не, у меня комментариев нормально У меня все нормально То есть, видите Люди флудят Потому что в конкурсе выиграть можно А не потому что Я прошу своих каких-то знакомых Пофлудить Для того, чтобы у меня было Как можно больше комментариев И прочих вещей И так далее И вот То есть, неопытный пиар-менеджер Который в этом еще особо Долго не варится То есть, он может и такого человека Взять на работу Потому что внутри Паунварда как-то взяли Опять же Все совпадения с реальностью Случайны Я актер Это все постановка Вот И так далее Но даже Даже это не важно Допустим Пиар-менеджер может закрыть глаза На то, что там происходит Если, допустим Приходят люди На проект На сервер То есть, по промокодам Все нормально И то есть И чаще всего Эти самые люди Просят каких-то своих там Друзей Каких-то своих Корешей Зарегаться На их ник Там прокачаться И так далее Либо они сами Как долбоебы Блядь Со своего айпишника Регают себе там Каких-нибудь ботов И через ракбот Сидят их, блядь, качают Чтобы у них только Вот рефералки были И их вот не выгоняли Ну это Это пиздец Это в самом деле Блядь, пиздец Чаще всего Они вот таких рефералок Блядь, делают миллиарды То есть, там Зарегали себе 10 ботов Там 15 ботов Поставили просто И рефералки у них качаются И все И у меня приход есть Поэтому не увольняйте меня С проекта И все как бы будет нормально Поэтому Дорогие мои пиар-менеджеры И все прочие люди Которые Все это смотрят Возьмите к себе Лучше какого-то Знаете, такого маленького Ютубера Которого там смотрят Там, не знаю По 500 человек Да, там Или там По 300 человек По 100 человек Возможно платите ему Там 50 рублей Там, или 250 рублей Если у него там 500 просмотров Да, это будет намного Эффективнее Чем вы возьмите к себе Какого-нибудь накрутчика И всех прочих Людей Поэтому Ну вот как-то так Очень печально Что у нас Люди уже наебывают Даже на это Очень печально И еще печальнее то Что таких видеороликов Вот подобных моему В интернете Практически нет В GTA SamP YouTube Есть один видеоролик От Стаса С.К. Масона То есть Но он там Имен особо не называл В общем-то Ладно На этом наверное уже и все Всем спасибо за просмотр Данного видеоролика Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok